Всем огромный привет! Рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Мария. У нас сегодня будет очень интересное и очень ожидаемое и запрашиваемое видео. Мы с вами сегодня поговорим о моих недавних новинках от бренда Avon. И это именно те ароматы, которые являются новинками этого года, либо прошлого года. Ну вот такие вот самые последние новинки, с которыми я не была знакома. А я думаю, те, кто в принципе ждал это видео, те смотрели влог «Мой поход в магазин Avon» у нас в Самаре. А это такой, знаете, как пункт выдачи, я не знаю, честно говоря, как правильно называется, либо магазин, либо пункт выдачи больше. А в этом пункте выдачи владелицей является Наиля. С Наилем мы знакомы уже больше года, и я вам, в принципе, про нее рассказывала, когда ездила к ней. Я вам поэтому оставлю ссылки на Наилю, если вас заинтересуют какие-то ароматы от Avon, потому что я сама не занимаюсь Avon. То есть я не набираю в свою команду никого, не регистрирую, сама не делаю заказы напрямую с Avon. Но если мне что-то интересное, я хочу познакомиться с новинками, я еду к Наиле, у нее знакомлюсь и у нее приобретаю. Мне так проще. Поэтому те, кто из Самары, я вам оставлю адрес Наиле в описании, потому что у нее всегда есть все ароматы в наличии, и тестеры всегда есть на все ароматы. Это очень удобно. Также у нее бывают интересные снятости. Это тоже для нас, парк любителей, интересно, потому что так как-то получается, знаете, когда ароматы уже снимают с продаж, они почему-то всем становятся интересными. Поэтому у нее и новинки есть, и также снятости бывают. Все контакты ее оставлю на социальной сети, ссылки можете связаться, также можете зарегистрироваться в ее команду и тоже выгодно делать заказы. Давайте приступим. Расскажу вам вкратце о ароматах. Я даже для себя немного здесь выписала по каждому аромату. Давайте начнем, наверное, с того, который мне очень понравился и который я прямо у Наиле выкупила с витрины. Да, так тоже бывает. Это у нее был демонстрационный тестер. Я говорю, продай мне его. Она говорит, давай, можно заказать. Я говорю, нет, продай мне прям вот этот флакон, потому что мне он нужен. И вот, в общем, приобрела этот флакон. Честно говоря, уже даже не помню, за какую стоимость, потому что вот так быстро я собралась снимать это видео. В общем, такая вот красота. Это линейка Attraction, и аромат называется Attraction Game версия. Чем он мне понравился? То, что здесь очень приятная нота шоколада. Вообще, в пирамиде здесь присутствует ежевика, груша, розовый перец, бобы тонко, древесные ноты и шоколад. И это очень красивая композиция на тему шоколада. Это аромат еще, который не снят. Его можно приобрести. Также я знаю, что у этого аромата есть такие travel-версии в таком вот формате по... Здесь, по-моему, 10 миллилитров, да, у нас? Если я не ошибаюсь. Ну, такие вот мини-форматы. На этот аромат тоже есть. Можно взять, попробовать, познакомиться. Это классный аромат на тему ежевики, груши, сладкий и с классной такой нотой шоколада. Он звучит абсолютно не в духе Avon. Ничего схожего, допустим, с Avon. Может быть, конечно, с Attraction не пересекаются именно линейкой, но звучит он очень круто. Поэтому, если вдруг вы с ним еще не знакомы, познакомьтесь. И очень красивый шлейф. У него хорошая стойкость. Аромат не плоский. Он действительно играет гранями, то фруктовая такая история, то шоколад. Поэтому прям настоятельно вам его рекомендую. Это просто вау. Я осталась под впечатлением. Также у меня появилась классическая версия Attraction. Это вот такой вот формат 30 миллилитров. Так, стандартный флакон выглядит тоже таким вот образом, только он золотой идет. А здесь у нас формат такой вот 30 миллилитров. В каталоге часто бывают вот такие разные вариации. И, насколько я помню, эти ароматы стоят дешевле. Сейчас нанесу его на блотер. Здесь, кстати, очень похожая пирамида, как и в предыдущем. Также задержится и груша, черника, древесные аккорды, цветочные. Жасмин прям ощущаю здесь. Но здесь нет этой ноты шоколада. Соответственно, мне он понравился уже чуть меньше, но он тоже интересный. И звучит очень необычно для Avon. Я считаю, что эта линейка Attraction, это очень даже интересно, потому что я вам покажу еще дальше новинку 22-го года. Тоже мне безумно понравился аромат, тоже с линейки Attraction. Звучит красиво, да. Здесь такая мягкая груша, здесь ежевику я слышу меньше, чем в предыдущем аромате. И также, в принципе, цветочная такая база, древесные, приятные аккорды. Тоже безумно шлейфовые, безумно стойкие. Здесь, единственное, я улавниваю мускус. Мускус прям явно ощутим, но он такой прям телесный. Не скажу, что он какой-то животный отталкивающий, он прям такой телесный, но ощутим. И звучание, опять же, очень достойное, достойное для, в принципе, каталожной парфюмерии. Следующий аромат, который у меня также в полноразмерном флаконе, это у нас линейка Farley. И называется он Aurora. Очень красивое такое оформление коробочки. Я с ним не была знакома до этого с этим ароматом. И безумно красивый флакон. Здесь даже, кстати, кисточка у меня еще упакована. Я сейчас пока не буду ее раскрывать, потому что у меня пока аромат в коробке. Чуть позже уже расставлю все флакончики и распакую. Хотя, что я берегу, давайте с ними. Вот так, кисточка, распушайся. Такая вот история. Что скажу про аромат? Сочетание мне, кстати, очень нравится. Цветовое решение. Такое какое-то как жемчужинка. По настроению аромат, я бы, наверное, сказала, у меня, не скажу, вяжется, не вяжется. По цвету здесь на старте у нас кардамон, розовый перец, итальянский лимон, йогурт. Интересно, это йогурт, конечно, водяная лилия, ваниль, кедр, ветивер и янтарь. Все-таки, да, по настроению, по звучанию, честно говоря, не совсем у меня вяжется аромат с цветом флакона. Потому что на старте прям очень ярко стартует кардамон, перец, вот эта такая терпкость есть в аромате. Потом аромат немного стихает, появляются больше цветочные аккорды, то есть именно цветочный блок входит в игру. Но, тем не менее, водяная лилия, вот что-то такое. Но при этом на протяжении всего аромата композиция остается такой перченой, то есть перец явно здесь ощущается. Да, он не совсем такой прям яркий, острый, но, тем не менее, ощутим. Поэтому как-то у меня какой-то диссонанс происходит здесь. По стойкости шлейфа просто запредельно. Аромат приятный, интересный, но вот нота кардамона, ветивер, возможно, немного дает аромату унисексового звучания. Поэтому для названия, в принципе, Аврора и для такого оформления хотелось бы, наверное, увидеть что-то более нежное и женственное в аромате. А далее у меня есть две тревел-версии, вот такие вот. Я вам так и не сказала, сколько здесь объем, по-моему, 10 миллилитров. Да, 10 миллилитров. Attraction Desire – это тот аромат, за которым я просто охотилась. Я, когда в прошлый раз была у Наили, я взяла себе пробник и не обратила внимания, что это была мужская версия. И, кстати, мужская версия была очень даже неплоха. Так, аромат мне открываться не хочет почему-то, попробуем с другой стороны. Но все-таки идея купить себе версию женскую меня не оставляла. Почему? Потому что… Это я вам сказала, вернее, Desire. Да, Attraction Desire. Почему? Потому что здесь заявлена вишня, а я любитель вишни, и как это я с ним не познакомлюсь. А здесь у нас, получается, в пирамиде вишня, шафран, мандарин, ирис, жасмин, лилия, сандал и бальзам Толу. Или Толу-бальзам. Как-то я знаю, кстати, этот бальзам не особо-то многие любят в ароматах, иногда он отталкивает. Но я как-то нейтрально отношусь. Что скажу по звучанию? Мне он, наверное, чем-то напомнил историю. Вот недавно я вам показывала аромат Red от Gess. Тоже там содержится такая же история шафрана, и поэтому там дает немного аромат отсылку бокары. Здесь, конечно, я прям такой бокарины отсылки не ощущаю. Но это тоже вроде вишня, но очень сильно сдобрено такой древесностью. То есть это больше такая древесная история слегка с вишневым аккордом. Если вы ищете прям какой-то аромат вишни, то нет, здесь вишня такая еле уловимая. И знаете, я бы сказала, наверное, что этот аромат является унисексом. Я его представляю, в принципе, как на мужчине, так и на девушке. Очень даже неплохо будет звучать и на одном, и на другое. В принципе, как бы очень даже. Стойкий тоже очень стойкий и шлейфовый. Вся эта линейка, что Attraction, что Far Away, стойкость просто запредельная. Даже не каждый люкс похвастается такой стойкостью. Следующий аромат Far Away Beyond у меня. Честно говоря, из любопытства. Потому что, когда я его тестировала на еле, я сразу поняла, почему-то, что здесь есть сандал. И сандал, кстати, в пирамиде есть. И сандал у нас здесь есть. Также нота ванили, груша, розовый перец, бергамот, кедр, цветок апельсина, жасмин. Для меня это, в принципе, аромат на тему цветочную. Это жасмин, это апельсиновый цвет однозначно. И сандал здесь очень выбивается. Хотя, в принципе, он находится в базе аромата. Даже не в верхах. Тем не менее, звучит очень ярко. Поэтому, если вы хотите что-то такое цветочное, но не банальное, что-то такое необычное, то можете присмотреться, потому что вот такая есть интересная солоноватость именно сандала. В принципе, интересная, да, стойкость, шлейф, все это на высоте. И со временем он становится более такой древесный. Сандал переходит в такую древесную историю. Какая-то терпкость появляется. Интересный, интересный даже по звучанию. Необычный. Не скажу, что прям вау, как он меня покорил. Но, в принципе, интересное такое звучание. Далее у меня остались пробнички. Расскажу вам, наверное, о самом таком интересном. Потому что я, кстати, тестировала эти ароматы. Эти пробнички я открывала. Я тестировала их в магазине. Это All So Loved. Выглядит вот таким вот образом. Вставлю из картинку вам. Здесь у нас идет неролис. Сахарный, жасмин и взбитая ваниль. Приятный, цветочный, сладенький аромат. Но как бы такого прям, чтобы вау-эффекта не вызвал. Но очень миленький. И второй, это идет All So Free. Здесь у нас идет сочетание лимона, дамасской розы и также древесных аккордов. Здесь лимон, дамасской розы и золотой янтарь. Тоже приятный, цветочный, свежий аромат. Я пока не открывала. Еще раз повторюсь, потому что я тестировала в магазине. И наносила прям на кожу. Приятные, миленькие водички. Сказать, что прям они звучат как-то мега круто, нет. Но в принципе очень миленько. Поэтому сказать чего-то прям такого особенного я про них не могу. Здесь есть четыре вот таких пробника. Я специально их не открывала. Два из них я в принципе знаю. Я их уже тестировала в магазине. Это у меня... Так, сейчас этот могу мы с вами открывать. Attraction Intense женский. Это новинка этого года. А в пирамиде у нас, кстати, даже пирамиду себе выписала. Засахаренный имбирь, груша, ежевика, гордения, кокос и пралине. Просто шикарнейший аромат. Я его тестировала в магазине, наносила на кожу. Я очень хорошо его запомнила. Я себе, честно говоря, хотела бы хотя бы в мини-формате, потому что звучит он классно. Звучит он круто. Он звучит, знаете, такой прям дюшесовой грушей. Прям вот дюшес. Если предыдущий аромат Attraction также там содержится груша, но она где-то таким намеком, то здесь она звучит в версии Intense прям вот дюшес. А также мужской аромат Attraction тоже мне, в принципе, понравился. Интересное такое звучание. Понятно, что древесная идет основа аромата. И также там очень интересная нота сливы. Сливы, как будто даже немного какая-то подкопченность ощущается. Такой теркий, приятный, классный прям. Тоже мне понравился. И также еще один аромат у меня здесь. Это персив Кашемир. Его, кстати, я не тестировала. Мне хотелось с вами познакомиться. Почему не тестировала заранее? Потому что вы знаете, что я не особо люблю этот аромат намазом. И особой информативности, наверное, бы не было. Здесь у нас, в принципе, заявлен персик, гордения и мускус. Всего три ноты. По-моему, Лиза Нутяшева представляет этот аромат в каталоге. Если я, конечно, не ошибаюсь. И что скажу по факту. Очень приятный персик. Персик в сливках прям. И мягкий такой мускус. Не животный, не какой-то кричащий. А очень мягкий. Очень такой милый аромат на тему персиков в сливках. Если вы такое любите, то присмотрите. Как всегда, здесь будет флакончик. Персив. Это версия Кашемир. Очень мне понравился. Такой миленький. Вот, рассказала вам вкратце об ароматах. Если вам еще интересна такая тема. Тема ароматов от Avon, то еще расскажу. У меня там где-то были еще пробнички. Расскажу вам. Но там уже не новинки. Мне именно сегодня хотелось рассказать вам о новинках таких. В комментариях, пожалуйста, пишите свое мнение. Отношение вообще к парфюмерии Avon. Также пишите об этих новинках. Если вы с ними знакомы. Будет это очень интересно. А я с вами прощаюсь. Встретимся с вами уже совсем-совсем скоро. И пока-пока.